всем привет с вами снова я варим и продолжаем и продолжать это бесконечное лето мод под названием осколки воспоминай еще такая новость 28 апреля и 20 будет проводиться стрим как себя в час по московской времени 28 апреля будем проводить будет проводиться мод саманта до 4 суббота провести саманта а 20 лет мы будем продолжать музыкальный клуб демонстри есть там продолжим ну она ждет как думаете осколки воспоминания так получается на 4 страницы до 4 4 листа воспоминания чё дайте сама начнём и начнём новогодний совёнок чё на москопе вспоминаем покажут каждый год ровно 30 декабря за день до нового года мы все наши дружные компании отправляемся нет не в баню а наш любимый совёнок мой небольшой микроавтобус как раз вмещает достаточно пассажиров вот и в этот год не стал исключением взяв отпуска и заранее договорившись мы такие отправились туда снова хоть это поездка и стала традицией но каждый новый год там проходит как в первый раз сам аферверки не забыл раздается задорный голос рыжего волоса зорница и как она с таким ревением спорт не подалась закончить институт для журналистов да еще попасть на работу на главный канал страны ух ей до сих пор завидую да взял взял в этом году грянем пущие чем прежним улыбнулся я ой варь гайдана семён ты помнишь что прошлом году чуть столовую не спалили раздался серьезно голосологии да шучу я расслабься задорно сказала она а блин ты насчет не угробилась таким криком и все же она очень классно несмотря на то что старше всех в этом авто в автомобиле но иногда ведет себя как ульяна я только на первый первый год когда мы начали вот так вот вместе проводить новый год соенки узнал ее новую разительную отличающийся от той ольгой дмитрия который я привык видеть соенки в те летние смены которые выдавалось попасть немного да и подпалил что с этого новость равно давно нужно давно нужно бар салон автомобиль наполнится девичьим хохотом ну ты даешь смотри мне в этом году мои знаком мои знакомства тебе уже не помогут она намеренно помахала перед моим носом кулаком и увидев мое удивление снова залива смехом но долго там еще не терпится уже елку наставить до игрушки повесить она напряжать наряжать да можем ли это уже своими словами просто я знал что лена подготовлена этот вот особенное украшение и похоже не терпится нам их показать все-таки самое все-таки самодельные игрушки от производителя из-за из-за лучшего художественного института москвы должно быть прекрасными ох никогда не думал что лен такая рука рукодельница но она нашла сопротивление в свойстве и кажется она еще достойно ее обеспечивает скоро уже приедем надо еще елочку будет красиво найти бросая через плечо на снежная сосновой рощи проносится за окном бескрайне ледяная перина впереди ну и снегопад могу рыбу не попасть такой погоды золона бормочу себе под нос не переживай любимый я уверен что мы доберемся нормально а нас вот а воспоминания у нас любимая девушка это славя ух как блин везет нам так сказать наверное зато и наверное зато я ее люблю ты полюбил все же один лишний лишь словом и прикосновимый успокой успокоить человек может не каждый спасибо любимая я так рад что мы снова так вот собрались вместе легонько произношу я это же люблю когда мы собираемся старой компании каждый новый год проведены вот так прекрасен я полностью согласен с его словами и алиса играть что-нибудь из новенького что-нибудь новогодние эх алиса все-таки выполнил свою мечту и стала видео сам самая известная страница группы помню даже и к себе зала играть на на 2 электрогитаре ну куда мне у меня семья любящая жена дети и собака в конце концов какой из меня руку гитарист мне больше нравилось тихая семейная жизнь сейчас делаем маш под маш подпоешь обратился на лучший в мире вокалист конечно же вид мику которая уже имя маша я до сих пор удивляюсь как ее с концертов отпустили удивляйся как угодно и мне это не удивительно да и всех неудивительно конечно сейчас а затем настоящее новогоднее настроение глупо видимые мои рису сейчас не такой удивительно а вот такое какого хера рис начало играть на своей старенькой акустической талия бережно сохраняющие еще со времени первые летние стимены на лагере всем знакомы мотив jingle bells фокин счет на фиг тинга бэлс у меня не нужны новогодние шары первое новогодние совенок закончили так мне эта музыка нравится кто-нибудь знаете на звоните музыки я я хочу себе поставить взять ищу ты потом может быть еще добавить в этот в донат чтобы музыкальное сопровождение такое когда-то проходит и 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 наконец и 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 нам с ромбом суши услышите раз так что следующее вспоминание костер мил такой вопрос иначе получается с каждой вот первая страница это будет вспоминаю старой вторая страница вспоминать может быть я не знаю на угад скажу ульяны 3 страницы веса и 4 страницы миху мне такое чувство кажется и вообще наоборот или вообще будут какой-то из одного персонажа что не воспоминайся салич вообще не хочется как-то и чтобы нужно быть какой-то разнообразилась вспоминание уже не так мы уже не переста приходим много раз там не каждый раз пока не уезжал с новой то другой с девушкой там вот встречаю славе потом вот ульяна понравилось а потом есть за место или на лиза потом заместались и мику по ту заместными к ульяну почему я не говорю в мигу 1 потому что очередность это так называем морская она дать и семён 2 сейчас помнишь ты обещал запихать ним по птице улыбаюсь и одобрительно киваю в голову приходит приходится играть и минуту самую ту песню в которой разучивал больше месяца это мне хоть сейчас гитару и я наверное без ошибок и сыграю но играть ее я часто не любил каждый раз на игровые мотивы и не мог сдерживать держать слезу она очень грустно и трогательно услышали лишь раз в каком-то кинофильме я загорелся желанием во чтобы не стала выучить и сыграть ее самому я аккуратно привлекаю внимание маши можно я сыграю шепчу ей она добрительно кивать и передать мне гитар перене удивлено смотрят на меня похоже они не ожидаю что кто-то кроме маши и алисы будет играть сегодня у костра а сейчас нам сыграть семян радостно вас и восклицает маша я бросаю с вас несколько слове я глаза наполнен любви и терпением она ребенке в адми и я начинаю наиграть на первые ноты пионер за тех вы служатся пытаясь понять что я мы тоже так что это же не скажешь верни прошу тебя быть тепла сломать этот мир которые создали в сущности мы Мир горьких разлук и страшных потерь Но все же, когда мы вместе, мы чуть-чуть моложе Когда мы рядом, мы верность и сила И так красиво, вокруг так красиво Прошу, давай, сохраним все тепло, донесем до зимы Годы летят чередой, и нет рядом тех, кто поможет в беде Кто смело смеется вместе с тобой Слеза на глазах и короткая где Мы вспомним обо всех и опустим глаза И молча слезу смахнем со щеки И пусть никогда не станет слеза Началом холодной черной реки Мир горьких разлук и страшных потерь Но все же, когда мы вместе, мы чуть-чуть моложе Когда мы рядом, мы верность и сила И так красиво, вокруг так красиво Прошу, давай, сохраним все тепло, донесем до зимы Мир горьких разлук и страшных потерь Но все же, когда мы вместе, мы чуть-чуть моложе Когда мы рядом, мы верность и сила И так красиво, вокруг так красиво Прошу, давай, сохраним все тепло, донесем до зимы Ну вот Мир горьких слов Чё... Наши стали как-то тепло и приятно В той же момент Отцов и музыки становился очень грустно В этот раз никто уже не подпевал Такой песне должен звучать только один голос И все это понимали И вот прошел черед самых чижих строчек Сука, пись, я знал, что там текст. Не раз пока не ошибся. Они и не умудрено. Разучивал я ее днями и ночами. Сталось поение взглядеть на меня. Ее взгляд кажется мне по-настоящему живым и искренним. До игры по себе песню я уже еле сдерживал слезы. Она пробудила те самые тяжелые и грустные эмоции. Последние слова прозвучали, и мои пальцы в последний раз скользнули по струнам. И звуки гитары затихли. Самое дебильное в том, если я знал, что там есть текст песни, я бы с удовольствием перелистывал. Но нет, там никакого намека про это не было. Пришлось как-то, блин, с самим догадываться, что ли. Ладно, тишина из через мгновение меня начали хлопать. Мне же то, что всем так понравится. Я рад, что через столько лет смог вспомнить слова этой песни, и сыграть ее без ошибок. Эх, руки-то все помнят. Я возвращу гитару Маши, и став, отхожу от костра. Хватит на меня сегодня внимания. Пусть Маша дальше сама развлекает публику. Я свое обещание выполню. Слава поднявшись направилась ко мне. Ах, ладно. Третье воспоминание. Вечность в месте. Легкий вестерка стрепал прят в моих волос. Приятно обдавал лицо чуть холодным мгновением. Все, я повернулся. Все, скажи, мы попали в ад? Сколько нам еще здесь находиться? Может мы всегда останемся в этом лагере? Ой, блин. Нет, ты чего? Сразу... Все, пошло, поехало. На я глаза вернулись слезы. Не могу видеть ее такое. Сердце в такие моменты начинает щемить от собственной безпомощности. Я прижал ее покрепче себе. Ну, ну, не плачь. Почему же сражу ад? Ад был, когда я один и все это переживал. Знаешь, как тяжело было каждый раз осознавать, что ты ничего не помнишь? Лишь каждый раз все заново, и всегда я засыпал ее в автобусе, или в лесу только с тобой. Я нежно погладил ее по голове, и она чуть успокоилась. Теперь мы всегда будем вместе, и плевать, что мы застряли здесь навсегда. Главное, что мы вместе. Во! Те правильные слова. Плевать, где ты находишься. Только... Ну, знай только, когда ты всегда рядом с любимым человеком. Солнце неспешно уходило в закат, окрашивая небесную гладь более темные оттенки багрянца. Бронтовый закат. Как так бы назвал это природное явление? Мастит, маститый писатель, или просто целите, цените искусство. Но они не являются не те, и эти. Так что для меня это просто прекрасная картина завершения дня. Слава уже перестал плакать, и просто из-за кошмагоноса лежал у меня на груди. А и правда, сколько мы уже здесь? Я потерял счет на сотном витке. А чуть позже случилось невероятное. То, что превратил бесконечные витки в бесконечный ад. Из-за зубной боли одинаковых смен. Прилетил в рай на земле. В очередной раз проснулся в автобусе после витка. Я обнаружил, что я не один. Рядом на сидении мирно посапал мой ангел. Долго я ей потом все объяснял, почему она не оказалась дома. Почему нас никто не помнит, а мы все помним. Слава находилась в точно таком же шоке, что и я на самом своем первом витке, когда меня выдернули из моей реальности и поместили сюда. Но постепенно она начала привыкать. Виток за витком. Мы засыпали, просыпаясь и проживали одну и ту же смену каждый раз вместе. Бок о бок. Я же в свою очередь начал ценить эти логи по-своему. Да, витки бесконечны. Да, все одинаково и знакомо на стойке, что ты в точности до миллисекунды можешь предугадать, где в лесу скрипнет ветка или упадет листок. Но был один огромный плюс. Плюс перекрывающиеся недостатки этой ситуации. И это плюс сейчас смену посапает у меня на коленях. Я поправил упавшие ей на глаза прядь волос и засмотрелся на эту милую и беззаботную мордашку. Спит, как ангелочек. Каждый раз, как залученный наизусть тихо в шкоре, щелкает у меня в голове. Волны спешно катают на берег. Где-то в лесу одиноко щебечет неизвестная мне пташка. Вокруг лес, озеро и лето. Ад и лето. Для кого-то может и ад, но не для меня, не теперь. Если она всегда будет рядом, я готов оставаться на эту смену до окончания времен. Навсегда лишь бы только чувствовать теплой урок, видеть этот пронесительный взгляд, радостью чистой и искренней улыбке. Навсегда вместе. Вот и воспоминания все. Следующее. Осталось сделать шаг. Ну, почти заканчиваю первую страницу воспоминаний. Ну, я не знаю, сколько страниц будет успея прочитать. Поглянем. И вот, в очередной раз я стою у этого обрыва. Почему именно так? Можно, конечно, и проще вены скрыть, повеситься, да таблеток в мясистые пожрать. Мало ли я способом перепробовать за бесчисленное количество витков. Страх смерти пропадает после второго или третьего раза, а по крайней мере уже не колебался. Ну, а что говорит о сотоподобной попытке? Вопрос, а чё здесь бояться? Тереть нечего, мгновение, и ты на новом витке. Чик по вене, и снова виток. Какой смысл прошло всю неделю? Ведь, что бы ты ни делал, в итоге все равно окажешься в этом гребаном автобусе. Так и я отклонился от темы. Почему именно этот обрыв? Уж больно мне здесь ведь нравился. Здесь довольно высоко, метров двадцать, не меньше. А сам склон выглядел так, будто гору просто рассекли ножом, и одну ее часть оставили здесь, а вторую убрали. А за самым вертикальным склоном простиралась леса, горы, поля. Я люблю приходить с этого вечера. Солнце неспешно закатывалось, за коринзот озарело всю видимую отсюда при окрестностях проведенных заката. Когда мне наскучивает очередная смена, я всегда прихожу сюда. Сажусь на крайнюю и просто любуюсь прекрасным таинственным природом. Как только сам садится, я еще немного бережу у нас звезды и прыгаю в бездну. Пару секунд прекрасного полета тянутся так долго и одновременно быстро. Это прекрасное, ничем не передаваемое ощущение полета. Они настоящие, они не куклы. Откуда тебе знать, что отсюда нельзя выбраться? Да ты псих чокнутый! Глупцы неосознающие, что попали в ад. Я долго пытался вас толковать им, что отсюда нет выхода, что это кем-то заведенная программа для уничтожения разума человека. Десять лет живых и настоящих людей, кроме тебя самого, конечно же. Сам ты кукла. Они живые, такие же живые, как и я, и ты. Ага, настоящие. Да за столько циклов, сколько я здесь уже провел, можно было наизусть выучить любой их жест, любое движение слов, в итоге так и получается. Они ничего не помнят, помнишь лишь ты. Не все, конечно, предыдущие, только то, что стирается с памятью со временем, но это свойственно человеческого мозга. А не флешка. А, он не флешка, и не умеет хранить свое. Все одновременно. Здесь ничто и никогда не меняется. Отсюда нет выхода, только рестарт с контрольной точки. Солнечный спец заказывается за горизонт, на небе уже просвечивается мелкий звездный месяц. Шерсть листы, чуть слышный шум воды у подножия обрыва ласкают мыслух. Я застанил самым кровью и вдыхаю свежий прохладный вечерний воздух. Ну что, пора, сказал я сам себе. Сегодня можно и пораньше. На закат я насмотрелся, да и чё, я не видел этих звезд, что ли. Семен, послушаю, что ошаражено в обе знакомых мне персон. Странно, что меня впервые пытается остановить. Видать даже секунду может изменить ход события. Сая, просто уйди, пожалуйста. Не мешай мне, это мое дело. Сухо произнесся я и уже занес ногу над пропастью. Но пасть мне не дали хрупкие девичьи руки, крепко схватившись меня со спины. Что ты делаешь? Не смей. Испуганно произнесла она, не пускай меня из объятий. Меня это уже порядком бесит, и я начинаю заводиться. Достать ты от меня, ты ничего не понимаешь, совершенно ничего. Грозно скрипну я, группа отпихнув от себя на золи выдел девчонку. Она снова хватает мне за руки и посмотрит прямо в глаза, начинает ораторить. Почему ты хочешь это сделать? Зачем тебе это? Семен, не надо, прошу, останься, не уходи. Ага, блин, куклы, 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 вот это, Слави, настоящая лица, настоящая лица, настоящая лица. Не может сказать, Маша настоящая. Кто из них кукла, никто никогда не догадает, что кто из них кукла. Они даже не куклы, все живые люди. Что этой девчонке пришло в голову вообще? Раньше она себя так не вела. Да и, кажется, последние пару дней я, как обычно, странился с СССР. Откуда такое внимание и забота ко мне? А, да, забыл, это же Славя. Я нежно взял ее вторую ладонь. Славь. Так надо, тебе лучше этого не видеть. Просто уходи обратно в лагерь. Спокойно произнес ее. Она уже рыдала на взрыв. Нет. Твердо поясала она неотпускаемую руку. Ста. И, не спрятая говорить, она подсылала меня. И это под свой букв каким-то особенным. Не таким, как в прошлые разы. В нем что-то изменилось. Нет. Он по-прежнему нужен и чувствен, как это было. И в предыдущие разы. Когда я проводил с ней время, но сейчас что-то было по-другому. Страсть, нежность, любовь и чувство слизь все... Слизь воедино в этом поцелуе. И не всех было оторвать от нее губы. Тело перестало слушаться меня и перешло в ее полное подчинение. Я как пластилинули в руках. Наконец, она отпрянула, и я остался в ступоре. Для меня подобный ситуация при всех своих циклах была в новинку. Семен, помещай, что больше даже думать мне о подобном не будешь. Комково-скриптного она лучше с Семеном Тоном. Да, я... Ей, шевеля, губаем, волнуем я. Но ничего больше не говоря. Крепко сжал мою руку и потянул за собой в сторону лагеря. А может, рано мне еще на новый цикл. Честно, что получается так. Первая страница со славой, а потом следующей странице с каким-то новым... С новой девушкой. Че, осталось еще три воспоминания из следующей страницы? Спасибо. Вспоминания начинаются. Дым от сигареты приятно струился, растворяя из порыва холодного воздуха. Даже не верится, что прошел уже целый год. Целый год и одна не идея. Столь огромные промежутки времени и столь близкие сердцем моменты. Кажется, только вчера я садился в потрепанный лязик под номером 410. И через мгновение оказывался в неизвестном мне тогда лагере. Помню, как она встретила меня ворот. Как тем же вечером заботой отвела столовую. На дискотеку. В поход. На пляж. Я помню все до мелочей. А мог ли их забыть? Думаю, такое не забывается. Стираются лишь детали, но сердце-то помнит чувства и переживания. Хе-хе. Сколько она пережила за ту неделю? Бог его знает. Но я ничуть не жалею. Что хоть и по неволе, но попал в Савенок. Да и можно ли забыть тот ангельский взгляд? Две неаккуратно сплетенные косы. Слезающие до пояса. И улыбку. Что по всей яркости и искренности пробирается с самыми яркими источниками счастья на земле. Я точно не мог. Да и не смог бы. Ведь она стала тем самым лучиком света, что побудила у меня жизнь. И хоть ее сейчас и нет рядом, но она всегда останется в моем сердце. Я не знаю, как это получилось. Может, та невероятная девчонка, что снова у меня на плече в автобусе в день отъезда, зарядила у меня некой энергией и жизнелюбие. А может, эта та неделя в лагере на меня так повлияла. Но жизнь моя после возвращения изменилась и изменилась в лучшую сторону. Вчера просили жужжащие и пердящие коробки смерти сменились пешими пробежками и прогулками по родному городу. Я снова подтянулся к книгам за столь долгий отрывок времени. Начал чаще улыбаться. Наполевал на то, что меня сочут пьяным, психом, да просто ненормальным. Но мне хотелось улыбаться, и я это делал. Порой, похоже, особенные дети тоже улыбались мне в ответ. Все редкие раньше пробежки по утрам стали теперь обыденным нормой. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Вчера все чаще посвящал книгам и предавался воспоминаниями. Как и тогда, так и сейчас. События-то недели ясно стоят у меня перед глазами. Как-то раз я решил все-таки прибрать свою скромную квартирку от мусора. Много выкинулась, а старые свои игрушки и детскую одежду решил отдать в приют. Детишкам они хоть немного пригодятся. Так, собрав все старые вещи и купив новые игрушки, спасение завода и отнес их в приют. До сих пор помню искренне улыбки детей и яркие урумяются на лице директора. Благодарность детей была достаточна для того, чтобы я понял, что сделал все правильно. Я бы не вспомнил этот случай и есть бы ни одно, но тогда я встретил ее. Она догнала меня, когда я уже выходил за ворота приюта и мягко схватил за руку, еще раз благодарил за вещи игрушки. Одного взгляда ее глаза хватило до того, чтобы вспомнить в них ту любовь и нежность. Да, я пережил, что я пережил со своей влаги. Да, выглядела девушка совсем иначе. Черное цвет волос, карие глаза, черты лица другие. Но сердце я чувствовал именно эту девушку, чтобы любила с первого взгляда. Я потом еще часто заглядывал в приют, по причине и без, лишь бы снова встретиться с этой девушкой. И так получилось, что скоро мы сдружились и даже более того, полюбили друг друга. Все в ней мне напомнил славу, характер, манера, даже внешность, хоть и отличная. Но все же сложность была. Чуть позже я устроился на довольно престижную работу, и мы сыграли хоть и скромную, но свою свадьбу с гостями и прочими атрибутами и праздницами. Никогда я не забуду ту и улыбку, когда мы стояли на мостовой, и над головой у нас было лишь звездное небо. Я люблю тебя. Том, например, снесла она. Нужно ли говорить, что я был на седьмом небе от счастья? Да я тосковал, и очень сильно тоскал по вечерам в сославе. Но все же я нашел ее в другом человеке, и уверен, что она была бы рада за меня. Многое изменилось за те 6-7 месяцев нашей крепкой и счастливой жизни. И ссоры, и мир. Ну а как семья без этого? Мы мы все равно хотели в себе силы быть вместе, несмотря ни на что. Сегодня ровно год, как я вернулся из Савенка, и начал жить новой жизнью. Заведали балкон сейчас настоящее празднество. Не мудрено, два праздника в один день. Новоселье и Новый год. Хель. За всеми этими радостными лицами, морем улыбок и подоздравлений, я почему-то снова невольно вспомнил лагерь. Что же это такое было? И кому говорить за это спасибо? Вряд ли я когда-нибудь найду ответы на все эти вопросы. Но я рад, что мне повезло побывать в том чудесном лагере и встретить ангела с именем Савя. Я верил именно встреча с ней, так и применил меня. Именно благодаря ей я вдохнул любовь к жизни. Ручка балкона двери тихо щелкнула. Я слышу запомнил родной голос. Ну ты чего здесь? Замерзгни же. Идем за стол. Сейчас куранты... Куранты будут на них начнут. Сейчас уйду, любимая. Спокойно ответил я и трезискнула снова челкала. Докурин сигарет отправилась вниз, сыпая в полете искрами. А я еще раз глубоко вздохнул, вдыхая морозный воздух. Напоследно остановившись, я еще раз кинул взгляд на город и на тот место, где год назад я сел на судебоносный автобус. Спасибо. Это мне напомнило плохую концовку со славией. Это мне вот это напомнило сейчас. Ча, подождите. У меня в горло пересохла такого отвечала. Почитаю и пойду вспоминаю. Осталось еще два, чтобы закончила первая страница. Ну, я возьму и первую страницу, и на старшее время прочитаю вторую страницу. Искание шелстей по вас прочитать вторую страницу. То на следующее видео будут дочитать все оставшиеся две страницы. Ну че, ребята, следующее вспоминаю, ты уже не будешь одинок. Мне все равно нужно название этой песни. Главное меню. А, да и посидите жила, со скрипом захлопнулись. Меня ждала очередная ничем не примечательная поездочка. Почти каждый день на работу, которую я ненавижу, и обратно в свою берлогу. Нет, я, конечно, был рад возвращаться куда-то после рабочего дня, но меня там никто не ждет. Никто не встретит у порога, не приготовит ужин, и не будет никогда приятно. Маня еще с собой аромата, приготовленного с любовью ужина, который я уловлю. Хотя дверь собственной квартиры за два с половиной года и не так... Не к такому привыкнешь, но иногда берет дикую грузь и отчаяние от одной только подобной мысли. Родители умерли три года назад, оставив меня в однокомнатную квартиру на окраине города и груз с невыносимой душевной волей. Что же, я и сам подумал отправиться за ними, но не хватает воли. Сколько раз я брал нож, сколько раз высыпал на ладонь убойную дозу снотворного и других препаратов. Да пытался в окно спрыгнуть, но не могу. Гребаный инстинкт самосохранения. Жизнь давно уже скатилась в бедную, и это началось еще задолго до автокатастрофы с родителями. Нет, это не с ним самохранение, это тебя задержит судьба встречи с тем, который ты должен был встретить. Говорят, в жизни есть две плюсы. Две полосы черная и белая. Две плюсы, боже мой, что я не недопрочитал. Я уже так давно живу в черной полосе, что и забыл, что такое белая полоса, что такое счастье, радость. Нет, я ошибся, она не черная. Не буду себя ставить в эти рамки. Она серая. То есть у меня есть жилье, работа и копейки на пропитание. Но все так плохо, но с другой стороны это одиночество. Говорят, что человек, оставшись на долгое время в одиночестве, сходит с ума. Может так будет и со мной? Ну а пока что это чувство, как нож в лоткнутое сердце. Он постоянно приносит бой. Но когда о нем вспоминаешь, он еще и поворачивается. Помню, как родители в детстве твердили, что хорошее образование сможет обеспечить мне хорошее и счастливое будущее. Я им верю. Школа с золотой медалью. Второе высшее. Но реальность оказалась куда мрачнее грез. В итоге, все, что мне доверили, это возить и рассортировать грузы в одном из городских складов. Я всегда ненавидел эту работу. Ведь я всегда хотел работать там, где буду приносить людям пользу, помогать им, быть им полезным, быть нужным. Но куда проще мечтать о желаемом, чем получить или достигнуть. Но я не жду жалости. Более того, я недовижу жалости. Жалою и жалею только от слабых. Говорил мне отец, и я согласен с ним. И за дня в день одно и то же. Работа, дом, работа, дом. Жизнь как будто зацикливалась на одном месте. Я по обычаю проследовал на свое место, в самом конце предпоследнего вагона. Оно почти всегда было свободным, как будто ожидая только меня. Добра ждать заветного места, блаженно оплюхнулся в окна. Любые погаданные пролетающие пейзажи, мерно скрывающиеся в темене, это успокаивало. Допротив, по обычаю, расположился знакомый уже старичок. На вид ему было лет шестьдесят пять-семьдесят. Среды волосы, старенький пиджак, форменные потертые брюки и очки с тонкими дужками и круглыми стеклами. Зарядь меня, он по обычаю опустил газету и чуть улыбнулся, ничего не говоря. Я ответил тем же. Я не знаю ни его имени, ни мистера работы. Просто он так же, как и я всегда садился на мистера, напротив и подчитывал газету. Я предполагаю, что он преподаватель в каком-нибудь школе или институте, строгий черный порфей, в свое время сопровождающий его. Отлично соответствовало бы этой профессии. Обычно всю дорогу до своей станции я коротал наедине со своими наушниками и видом из окна. Но сегодня их компания наводила на меня тоску. В конце концов я убрал наушники в карман и отправился в тамбу покурить. Как-то необычная чашка была сегодня на душе, невыносимо даже. Понадеявшись, что хоть табак немного поможет успокоиться, я предполагал дверь тамбура. Чуть приоткрывая форточку, я немного высунул для нее и закурил. А мне прочитали поля, леса, небольшие деревеньки, обыденные русские пейзажи в целом. Я бы так и ехал до своей остановки, не замечая течение времени, если бы ни звук опущий, или за спиной. Кто там? У вас покурить не будет? Послушайте, легкий и нежный женский, или даже скорее девичьей глаза спиной. Повернувшись, я ожидал видеть красавица, и впервые за все время ожидаемо оказалось реальностью. Чего, блин? Славя, курит. Что? В каком степени начал курить? Вы чего? Эээ, вы чего прислухлое, что ли? Фига, меня сейчас удивило. Высокая сторона девушка с длинной белой волосами, аккуратно и бережно сплетены две большие длинные косы. Довольно необычно встретить такую прическу, и столько же она в день тратит за имя, чтобы ее заплести. Она умела в нос и достала из пачки сигареты, наводя меня из мутного ступора. А, в секунду, повозившись с кармана джинсов, я достаточку притянул ей. Она свою очередь потянулась неловко, прикуривала и тут же закалялась. Я не держался от улыбки, ведь выглядят несколько забавно. Она тоже откажется с неловко в нос и продолжила медленно и аккуратно курить. Видимо, боюсь снова попасть в неловкость в ситуацию. Боже, был через нос ушли. А я продолжил бессовестно сгадывать ее со стороны. Очень мило личико и большие голубые глаза. Одного взгляда, которых хватало, чтобы начать краснеть. Наконец, она оторвалась с креста и задала вопрос, оставший для меня неожиданнося. А почему ты себя такой хмурый? У тебя что случилось? Не брешь спросила она. Словно, это вопрос пришел и секунду назад, а она тоже его озвучила. А, в принципе, наверное, так и есть. И почему... почему-то всегда. Откуда она это знает или взяла? Я бы точно запомню такую попутчицу, если бы видел ее раньше. Да и не хмурый, я ответила. Хмурый, хмурый. Я же вижу, что из... что ты из-за чего-то вечное строя. Если не хочешь, можешь не говорить, я пойму. Понимаешь, сказала она. Я просто всегда таким был. Да и жизнь не так уж и хороша, чтобы улыбаться. Серьезно ответил я. Дала на тебе, улыбнись. Смотри, это очень просто. Воскликнула она, основанного улыбнулась. От этой улыбки сразу как-то при этом потеплела на сердце. Уж его непонятно, взявшись откуда-то тревогой, мне почему-то захотелось лопнуться и в ответ. Я тут не попробую сделать подобие до продушной лопки, но, видимо, получилось не очень. И девушка не окихихнула. Видишь, это легко. Может, ты улыбка и не сделать тебе счастлив, но человек, который ты умнешься, будет рад. Воскликнула она. А те, как... а те, как, кстати, зовут? Понтислава, она. Откуда-то не столько интереса ко мне. Севец абсолютно и чем непримечательный человек, такая же... такая же сироте, как и многие в это электрический. Семен? Робка ответил я. Ами славяна. Ну, друзья, зовут мне Славя. И ты можешь звать. Кстати, тоже... тоже на С? Милая улыбка снова озарила на ее английское лицо. Всю дорогу мы продолжаем бодать на разные темы. Она рассказала, что работает учительница. Я заметил, что ей очень подходит эта профессия. Я немного рассказала о себе, что дело очень редко. Мы общались с ней, как старые друзья. Непринужденно. Было видно, что ей интересно слушать. Да и мне было непопытно узнать новую подробность о попутчице. Загадывая ее интересы, ко мне все еще оставалось и раскрытое. Да и докапываться о причинах я особо не хотел. Мало ли, может, ей просто скучно стало в дороге. До этой непринужденной беседы я не заметил, как летычка начала останавливаться в моей станции. Я же был хотел попрощаться, как она воскрикнула. Наконец-то моя остановка. Ну что, прощаемся? Вот же совпадение! Или, может, это совсем не совпадеет. А злодейка судьба просто решила, наконец, смеется надо мной. Кто знает, ну я рад, что встретил этого ангела сегодня. Я предложил ее проводить. Она была не против. По пути мы продолжили непринужденно болтать. Она рассказывала пару запомненных историй из своих уроков в школе. Я повспоминал свои школьные деньки. Ну вот, наконец, пришел время попрощаться. Нас освещал лишь тусклый свет фонаря. Она лишь в узком и воскликнула. Не переживай, Семен, теперь ты не одинок. Не переживай, мы еще обязательно встретимся, я обещаю. Я дарив мне милейшую на свете лыкой, она провода поднялась на порог подъезда и мгнение ока скрылась за дверью. Теперь, Семен, ты не будешь одинок. Я уже забыл про это, что Славя курит. Ладно, давно ли ты чувствовал, что живешь? Вот так мы успели читать. Первая страница уже. А? Не, хватит на вторую страницу, наполовину своей страницы, может быть. Славь, а можно задать тебе вопрос? Обратился я к девочке, удобно, построившись в моих объекте. Социальное озеро отдавало чуть прохладный поток в воздухе, отчего славяще сильнее жалость меня. Впервые за все время пребывания в этом лагере я был искренне благодаря матушке и природе за эту небольшую помощь. Описать то счастье, которое я использую, когда она рядом, невозможно никакими словами. Задавай, конечно. Добродушно ответила девчонка. Мягкие ладони, которые так приятно сжимались на моих плечах. Славь, а как ты давно чувствовала, что живешь? Зато я интересующий меня вопрос. Глупо, конечно, спрашиваю такого человека с таким чистым искрым сердцем. Она всегда нескрываемая улыбкой готова помогать. Подставить плечо и выучить беде. Вряд ли ей приходил такой вопрос, ведь, как мне кажется, она всегда живет. Симон, ну что за глупый вопрос? Я ведь дышу, слышу, вижу, а значит живу. Разве не так? Неудуменно спросила она, так и не поняв, что именно я подразумеваю под жизнью. Да нет, я не о том. Часто ты чувствуешь себя счастливой, живешь полной жизнью, так сказать. Перефразировал я вопрос. Славь чуть подумав, ответила. Я не замечала раньше. Я просто жила и не оглядываясь в прошлое. Глупо, какие-то вопросы? Я же сейчас здесь, рядом с тобой. А, рядом с тобой. А значит, я что-то больше мать. Я не видел ее лица, она была скрыта теме, но я бы поставил все на то, что она сейчас улыбается. Знаешь, чем чаще ты рядом, тем таких моментов больше. Будь всегда рядом, не покинуй меня никогда. Я так устал быть сильным, так устал быть для кого-то помощником. Я всегда мечтала встретить человека, с которым смог побыть слабый. Почувствовал ласковую доброту, что столько лет отдавал другим. Ее голос начал немного дрожать. Видимо, она на грани слез. Ну, тише, тише. Со мной ты всегда можешь быть слабой. Я всегда буду рядом, слышишь? И я тебя никогда не покину. Приободральше ответил, я поглажу по отцовски ее мягкие волосы на макушке. Она ничего не ответила, но я был уверен, что мои слова были приятны с ее широкой и доброй души. Я не дам ей в обиду. Пусть хотя бы со мной она сможет почувствовать себя свободой. Почувствовать себя слабой и беззащитной. Яркие английские звезд нежно вложились на водную гладь лесного озера, создавая неописуемую картину звездного неба. Буглистая поверхность ствола, у которой наша парочка не устроилась отдохнуть, неудобно впивалась мне спину. Но я старался не шевелиться, лишь бы славе было удобно. А я потерплю, меня останется. Семен, а почему ты спрашивал-то? Тебе что-то тревожит? Расскажи. Мег прозвучал голос моей спутницы. А действительно, почему я задался этим вопросом? Раньше, в прошлой жизни, она меня очень сильно терзала, ведь я и не жил, а счастлива просто. Лет 10, а то и больше. Я просто существовал никаких сдвигов. Даже улыбался лишь от забавных статей на бордах и форумах, и то на момент. Боже мой, я. Но сейчас, попав в этот лагерь, словно провалившись сквозь пространство и время, я каждый день почти чувствовал, что живу, а не существую, как раньше. И любовь к этой невариантной девчонке еще раз доказывала. Что моя душа не потеряна, и я еще могу быть счастлив и жить. Может, это награда за те годы беспробудного одиночества и уныния, попытки суицида. И сотни, сотни одинаковых искоченных серых будней. Даже не знаю, может, я просто раньше не жил. Неоднозначно ответил я. Но ты не обращай внимания, просто терзай от муки прошлого. Сейчас я здесь, с тобой исчезайся, как никогда. Произвольте судьбу, но ты лучик солнца. Тепла, которой я так жила, к которому всегда стремился. Я тебя теперь никогда не отпущу. Ты мое личное солнышко. Мягко добавил я. Не отпущу, никогда не отпущу. Не плевать, что из-за силы перенесла меня сюда из моего прошлого мира. Но обратно я вернусь только со славей. А если не вернусь, то готов вечно провести в этом лагере, лишь бы она была рядом. Пормогав что-то в ответ, она чуть отпустившись, улыбалась прямо мне на ноги и тут же уснула. Бедняжка вымоталась за дей. Она заслужила вода, как никто другой. Спит прям как ангелочек. Даже мило посапывает. Я благодарен судьбе за встречу с этим чудом. С этим ангелом, с этой невероятной девушкой. Я не знаю, что нас ждет спереди. Что будет завтра или через неделю. Год. Я всегда буду помнить ее улыбку и нежное прикосновение ее рук. Пусть даже жестокая судьба и разлучит нас, я не забуду ее никогда. Она возродила во мне веру и добро. Светла и прекрасна вера в людей. И я невероятно благодарен ей за возрождение этой веры. И все же, я не хочу ее отпускать. Не могу. Это почти, что оторвать часть меня, вырвать сердце и оставить зиять дыру в груди. Моднув головой, я выбросил грустные мышцы из головы. Главное, что сейчас она рядом и на ближайшие несколько часов никуда не денется. Посмотревшим немного на мирно спящего у меня в ногах ангела, я тоже, недолго думая, сомкнул утяжеляющие веки. Первая страница закончила с воспоминания. Следующая, вторая страница. Осталось лишь мгновение, след за ней. Приставучий девчонка, арсет для двоих, вернись на единственное. Ланка, ждать на этом остановиться. Как же говоря, я решил, корыж говоря, одно видео, одна страница. И оставшиеся три видео, с этими оставшимися страницами. Ну, скажу. Кажется, следующая страница будет от другой еще рассказываться, но не о Славе. Не, мне упило, что в одном воспоминании, блин, Славля курит. И она такой, вот чего, блин, с ума сошли, блин. Да она никогда в жизни без тигарету не взяла бы. Чё за пятидесят пошел какой-то отвечай. Ладно, ну чё, на этом, пожалуйста, остановимся. Всем спасибо за просмотр, подписываться на канал. Не забывайте в те дни, в которые нужно прийти на стрим. Ну, всем пока, всем удачи, приятных, приятных воспоминаний.